мы санта-круз друзья снимаем open house и вот такой домик он выставлен за миллион триста так хорошо отремонтирован в принципе это не дешевый по местным понятиям дом но вот он такой какой он есть давайте смог посмотрим так вот интересно светлана с риэлтором беседует ей очень нравится этот дом она любит такие потолки и вот такие все штучки сейчас давайте зайдем за эту стенку посмотрим что там сзади человек живет в этом доме она построила себе дом напротив и вот не достроила вот она этот продает чтобы туда переехать все такое ну как бы не то что вчера сделано так довольно интересно знаете вот этот стол больше на верстак похож миленько на все таких сельских можно сказать полочках так ну да это все не новое конечно далеко не новая эта штука как бы совсем из дешевеньких то есть для дома в миллион триста конечно это чересчур а это такая доска вот вентин так накладывается если что поделать так какая крыша так называемая кассидрову селинка так картинки красивые видимо она живет с ними так судя по всему тут не нет того что называется стейджинг туда машинки стиральную сушильнюю поставила одну на другую так идем дальше так значит миллион триста здесь три спальни в этом доме и 1800 скверфутов то есть что-нибудь ну там может быть 160 170 квадратных метров такой дом вообще улица вся очень симпатичная хорошая полах у них такой знаете бамбуковые такие есть такие пластинки делать они сверху бамбуковым покрытием так ну это это такой мастер-бедрум большая комната виде здесь вог-ин-клозет они живут здесь это не ведь тут может быть порядок навели но в общем это жилое помещение так так ведь какие лампочки в этом да над головой там почитать если что так это выход во двор из мастер-бедрум окей там какой-то сарайчик есть хорошо давайте зайдем сарайчик так снимаю говорит здесь то есть она напротив нет да не понял что происходит так нам сказали что она напротив строит видимо она подсдает суки там строит а здесь подсдает это какая-то такая спаленка да с со шкафом самопал такая спаленка самопал но хорошо спать здесь допустим можно вот за счет кухни там туалет и чё но здесь нету то есть это как бы если только гостей сюда отправить вот а так чтобы в туалет и помыться там чтобы они уже сюда ходили так хорошо так значит еще раз мы пришли вот отсюда мы пришли из мастер-бедрума но тут есть сквозной коридор тоже сюда идет ведет к этим ступенькам идет вот этот сквозной коридор и есть вот эта комната еще один бедрум довольно просторный кстати очень симпатичный просторный бедрум там женщина сидит она решена снимает так такой не такой формальный опыт хаус как мы привыкли когда посторонних нет только риэлторы там и дом так туалетик знаете чё я скажу все-таки старенький такой но ну правда вот это все старенькое то есть эти за миллион триста то уже могло бы быть получше сделано так еще один бедрум а прям уже были здесь вот такой небольшой видно что полы они всюду переложили вот это видно хорошо я вам покажу пол полы они переложили окей потолки такие всюду хорошие высокие так здесь мы были разворачиваемся здесь мы были в общем то мы все видели это такой значит угловой угловой домик сейчас мы со света еще поговорим задним числом я немножко возвращаюсь в мастер бедрум здесь очень интересная концепция вот этого туалетика смотрите как он сделан тут вообще в доме нет лишних дверей тут либо занавесочки либо вообще открыто все и вот посмотрите как сделано это напоминает как в отелях в отелях делают комнату для ванную комнату для инвалидов чтобы они могли проехать чтобы без ступенечек без ничего вы так заехал там и вот такая вот нехитрая штука хотя ощущение такое что это новое у меня ощущение что вот это новое а вот то что сзади то что сзади вот это вот это Такое ощущение, что старое. И умывальник старый, но это видно, кстати. Видно, что это старенькое. И даже вот это зеркало. Вот вы видите описание этого домика. И здесь 3-бедрума, 2-баструма, 1834 сквир-фута площадь и 7 соток лот. Вот примерно так. Светлана, мы попросим пару слов сказать про этот дом. Свет, у тебя нет ощущения, что там очень много старенького и за такие деньги они могли бы как-то обновить все-таки там, ну, всякие каунтеры. Дело в том, что оно не старенькое. Оно новенькое, но сделано очень-очень чип. Как раковины, умывальники. Да, это все очень чип. Это новое? Это все новое. Боже, я был уверен, что старое. Не-не-не-не. Дело в том, что это как бы концепция целая. То есть они построили красивый дом с высокими потолками. Ты хочешь как-чет новое строительство? Да, но он же сказал, что это новое строительство. Дело в том, что я тоже за то, чтобы не строить дорого, но как бы есть некоторые разумные границы между тем, что, допустим, нет смысла строить, да, дорого, оно все равно так продает. Ну, а здесь все настолько уже чип. Ну, просто очень чип. Что, Свет, я был уверен, что старье? Не-не-не, это все новое. Все новенькие кабинетики. Ну, просто это самое дешевое, что только может быть. Вот этот ламинированный каунтер, да? Он продается сейчас в Home Depot, он стоит вообще копейки. Ну, подожди, но ведь в доме за миллион триста ламинат, каунтер ламинатный, это что же такое? Вообще, я тебе скажу так, что как, например, дом для... Вот как мы приезжаем, да, это очень хороший дом. Ну, приехали, все чистенько, аккуратненько, а у Керши там нету границного каунтера. Но чтобы жить постоянно, конечно, он очень такой простой. Там, например, полки выставлены в шкафу. В шкафу открытые полки, даже нет дверей. Если ты на даче живешь, у тебя там будут лежать три полотенца. Если ты живешь там постоянно, у тебя там будет так завалено, и ты не будет имени кого-то, он будет очень некрасиво выглядеть. Поэтому, ребята, надо строить достаточно разумно. Не перебарщить, не строить дорого, но в то же время нельзя строить очень чисто. Слушай, ну ты считаешь, что он стоит своих денежек домик? Миллион триста? Я не думаю. Он очень действительно дешевый. Редактор субтитров А.Семкин